Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня опять у нас с вами будет влог. После появления камеры у меня прям хлыщет вдохновение. Мне хочется снимать, снимать и еще раз снимать. Я вам в инстаграме выложила свои ноги. Вы видели, какие у меня синяки на ногах? Очень странные. Вот такие точечки вот на ногах. И вроде бы это не совсем синяк. Я даже не знаю откуда. И все мне начали писать, Айка, ты, наверное, опять начала как лунатик ходить. Ну, вы знаете, я могу понять другие синяки, которые я показала внизу, вот здесь. Вот сейчас я в брюках не буду это все переодеваться и показывать. Но вот синяк, который я показала первые, вот эти вот точки, это никак не ударишься так. Поэтому немножко, если честно, меня это напрягло. Может, я опять как лунатик хожу. А может быть, не знаю, это что-то другое. Фиг знает, короче. Может, потому что я беленькая и синяки у меня быстро появляются. Но куда я ударяюсь ночью, я врубиться не могу. Солнышко выглянуло и все отсвечивает мне лицо. Короче, вот так вот. Вы, наверное, в инстаграме уже видели эти синяки. Напишите, пожалуйста, свое мнение. Хотя многие уже ответили мне на историю. Но все же интересно. Может быть, у вас тоже были такие случаи. Так, сейчас будем делать макияж. Вчера искупалась. И посмотрите на мои волосы. Когда я купаюсь, мне обязательно надо сразу расчесываться и ложиться потом спать. Высушить голову и спать. А я просто вот легла, и у меня шухер такой на голове. Наверное, буду заплетать косички, чтобы не выпрямлять лишний раз. Что-то сегодня мое сердце хочет разнообразия. Хочу сделать мейк глаз какой-то другой палеткой. Давайте вот этой. Прикиньте, я ее купила и ни разу, ни разу не делала макияж. Хотя она офигенная. Как раз цвета, которыми я пользуюсь. Я обычно нютовые макияжи делаю. Когда я делала, например, зеленый мейк, все мне писали, что Айка тебе не подходит. Поэтому давайте сделаем мейк с этой палеточкой. Внутри она выглядит вот так вот. Офигенные цвета. Только делала сводч. Ни разу мейк не делала. Давайте сегодня забабахаем. Здесь у нас потихоньку варится вода. Будем готовить пельмешечки. Все немного. Обычно, знаете, прям две порции. Брала в этот раз всего лишь одна. Они такие аккуратненькие. Рецептик я вам оставлю в инфобоксе. Лепила их моя мамочка. Рецепт идеальный. Они не разваливаются, если даже вы будете долго их варить. А я, кстати, люблю, когда пельмени варятся долго, чтобы мясо внутри хорошенько-хорошенько провалилось. Ждем, когда вода закипит и помещаем наши пельмени в воду. Все пельмешечки у нас здесь варятся во всём. Перемешиваем. И сейчас будем нарезать зелень, которую будем посыпать сверху. У меня тут до сих пор пельмешечки варятся. Уже минуты через две будем снимать. Здесь подготовила помидорки, зелень. Это у нас кинза. И вот маслины. Ещё сверху это всё заправим майонезом огромным слоем. И будет вообще бомба. Так, я сейчас буду переодеваться. Я уверена, что меня захейтят за эту футболку. Скажут, айка, какой это писк моды. Начнётся хейк. Но дело в том, что это просто старая футболка, которую я ношу дома. Так что, ребята, не пишите подобные комментарии. Сейчас я переодеваюсь, одену какую-то другую футболку и сажусь снимать мукбанг. Как только досниму, вернусь к вам. Так, я отсняла мукбанг, сразу переоделась. А сейчас мы с бабушкой спускаемся вниз по лестнице. Точнее, мы поднимемся на пару этажов наверх. И потом уже пешком будем спускаться. Это мы делаем для того, чтобы у бабушки присутствовала физическая нагрузка. То есть, она сидит постоянно дома. И вот иногда, кстати, мне в комментариях пишут, Айка, почему ты не погуляешь с бабушкой, не знаю, по парку и так далее. Она, во-первых, не хочет. Во-вторых, она максимум может пройтись 100 метров. И у неё одышка. Она сразу плохо себя чувствует. А вот её устраивает именно спускаться по лестнице. Потому что я читаю комментарии, иногда вижу и бываю в шоке от того, что мне не лень. Я могу с ней погулять где угодно. Мне как раз гулять не с кем. Был бы человек, который со мной бы погулял, я бы была бы только рада. Но, к сожалению, к сожалению, ей 90 лет, ей тяжело ходить. И максимум, что она может, просто спуститься, например, 10 этажей. И всё. Мы потом садимся на лифт и поднимаемся наверх уже на лифте. Вот мы с бабушкой сейчас в лифте. Скажи бабушке привет. Привет, скажи. Привет. Молодец. Сейчас мы поднимаемся наверх, а потом будем спускаться по лестнице вниз. Это типа физическая нагрузка, физкультура такая. У нас ветер такой, прям ужас. Я Алла. Вот таким вот образом мы спускаемся вниз по лестнице. Мы раньше поднимались, а потом нам объяснили. У меня двоюродная сестра, она врач. Она сказала, что наверх, когда бабушка поднимается, это нагрузка прежде всего на сердце. И это опасно. Вот после этого мы просто спускаемся. Уже не поднимаемся. Короче, мы уже дома. И только сейчас я обратила внимание, что сегодня оказывается суббота. Каждую субботу я пью витамин D, как вы знаете, я вам показывала. И это очень улучшает состояние моей кожи. Вы, наверное, напишите в комментариях, что Айка, это абсурд, посмотри на свое лицо. Я вам могу объяснить. Мне врач прописал витамин D в неделю одну упаковку полностью выливать в йогурт и кушать этот йогурт. Но проблема в том, что я 2-3 недели попила, а потом забила. А курс был 2 месяца. То есть 8 раз, в неделю 1 раз, например, в субботу я должна это пить. Я обрадовалась, что кожа в обалденном состоянии. Подумала, ура, проблема решена, отсняла для вас ролик. Но я понимаю, что все рекомендации нужно делать. Конечно, вот это вот средство, которое я сейчас пользуюсь от прыщей, оно очень помогает. Но все-таки витамин D тоже нужно восстанавливать, выходить на солнышко. Желательно, конечно, на пляже все дела. Вообще, я советую вам всем время от времени посещать доктора и сдавать анализы. Пусть общий анализ крови на витамин D. Кстати, на витамин D анализ стоит дороже. Просто так бежать и покупать лекарства и пить нельзя. Вот некоторые писали в комментариях, что если даже много витамина D в организме, это неплохо. Нет, ребят, когда много, это плохо. Лучше проконсультируйтесь, если вам пропишут, вот тогда идите и покупайте. У меня просто ниже низшего, поэтому обязательно нужно пить. Сейчас поеду, наверное, в аптеку. Хотя у нас сегодня транспорт нигде не работает. Хотя около дома должна быть аптека. Сейчас и в магаз сгоняю, и в аптеку, и куплю все, что мне нужно. Начну пить таблетки, потому что здоровье это самое главное. Так, я уже дома. Давайте покажу, что я купила. В первую очередь зашла в аптеку пенсионер. Купила себе витамин D. Сразу 5 пачек. Потому что все равно они мне нужны. Я нашла в одной аптеке за 3,80. В других аптеках по 5 монат. И мне курсом все равно в течение двух месяцев нужно будет их пить. Поэтому я решила сразу взять. Потом не найду по этой цене. Дальше здесь кофе 3 в 1. Взяла йогурт. Вот сегодня как раз буду пить с йогуртом. Просто так это кушать очень сложно. Я перемешиваю с йогуртом. Мне врач тоже порекомендовал именно так. Дальше здесь у нас домашний кефер. Вот такой вот. Это не магазины. Бабушка ничего магазинного не ест. Поэтому это для нее. Дальше. Купила, значит, хот-доги. Покажу вам один. Вот такой вот. Здесь внутри сосиска. Мягенькие, свежие. Наверное, мукбанг буду снимать. Салат такой вот. Я много раз ходила вокруг него. Думала, брать не брать. Я, девчонки, могу и сама приготовить этот салат. Но если я сама буду готовить, кто это будет есть? Вот в чем проблема. То есть бабушка не ест ничего с майонезом. Приготовить салат не сложно. И в супермаркете меня уговорили купить такую меринду. Здесь, в общем, может оказаться 200 мегабайт бесплатно. В общем, решила повестись и взять. И еще сыр взяла. Вот такой вот самый обычный сыр. Будем пробовать. Вот такой вот сыр купила я. Бабушке понравился. У меня бабушка вообще знаток сыра, потому что всю жизнь она сама готовила сыр. Поэтому ее не обмануть. Купила всего за 5 манат. Но он невероятно вкусный. Прям соленый. Бомба. Сейчас найдем банку. И все это поместим в банку. Потихонечку будем кушать. Вкусно тища. А вот и бабушка уже нашла банку. Так, мы сейчас пробанем вот это. Вот, задегустируем. Я, если честно, очень боялась, что будет прокисший. Буду снимать для вас мукбанг. Но вроде как вот так вот запечатано. По идее, если запечатано, наверное, не будет какой-то прокисший. Ой, Господи, как сложно открывается. Вы знаете, пахнет как-то не очень, если честно. Ну-ка. Не, нормально. Нормально, но все-таки домашний лучше. Но есть можно. Короче, пока я не была с вами, я вовсю как золушка просто трудилась. Я отдраила плиту. Это очень важная информация, которую вы просто обязаны знать. Я отдраила ванную, помыла полы везде. Я сначала хотела поставить камеру, потому что камера держит зарядку. Прям бомба. Прикиньте, я три дня уже подряд снимаю влоги, и еще не села зарядка. Причем частенько бывает такое, что я ставлю камеру, она снимает где-то минут 20, а потом я в быстром режиме показываю вам. Иногда 10 минут, но очень по-разному бывает. Поэтому я очень довольна именно тем, что хорошо держит зарядку. Насчет качества, ну так неплохо, временно можно. Лучше, чем телефон, это уже 100%. В общем, я как золушка сегодня работала, работала. Пишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли вам, как я, например, драю полы, подметаю или вытираю пыль. Стоит ли такие вещи включать в влог. Обязательно пишите, мне очень интересно. А сейчас я бегу, наверное, мыть кисти. Я уже отобрала. Я стараюсь их как можно чаще мыть, потому что у меня проблемная кожа, как вы видите. И все проблемы начинаются, конечно же, в первую очередь от гигиены. Кисти нужно мыть минимум в неделю один раз. Поэтому уже неделя прошла, и пора их помыть. Заодно вам покажу, как я это делаю. Еще, кстати, такой лайфхак. Я раньше всегда, когда красилась, подходила к комоду, выбирала, например, румяна, которым я буду пользоваться сегодня. Потом выбирала хайлайтер. Сейчас я делаю по-другому. Я беру всю косметику, которая у меня есть, вот, которая нужна для полноценного макияжа. Вещи, средства, которые я хочу добить. И получается, всем этим пользуюсь. И это очень круто экономит ваше время. Раньше, знаете, тонально я подходила, брала, выбирала. Это все время, которое уходит в пустую. Надо уметь распределять свое время. Я, конечно, не профи в этих делах, но я стараюсь на такие мелочи тратить минимум времени. Поэтому мы бежим с вами мыть кисти. Время уже, наверное, где-то 12 пора спать. Я сегодня поздно встала. Сегодня точно надо рано лечь спать, чтобы завтра рано встать. Ну все, постелила, значит, салфетку. И вот так вот у меня сушатся кисти до самого утра. Такую процедуру я делаю минимум раз в неделю. Чем чаще, тем лучше. Вот эти кисти я покупала в Aglai Beauty. Точнее, мне прислали на обзор. Они просто обалденные. В инстаграме я вам оставляла ссылочку. Если хотите, я вам могу опять ссылочку оставить, потому что они бомба. Вот на Алиэкспрессе вот эти кисти заказывала. Целый набор был. Весь раздарила. Потому что вообще не нравится. Ну что это за кисти? Надо прикупить себе нормальные серьезные кисти. Это от Эльф. Ну так, ничего себе. Но особо, знаете, дорогих кистей у меня нет. И смысла не вижу их покупать. Но качественные вот эти вот. Очень даже нравятся. Растушевочная бомба. То есть это базовые кисти. У меня еще есть они. Но больше всего я пользуюсь этими. А другие у меня даже не пачкаются. Просто лежат на комоде. Ну все, мы плавненько переместились в ванную. Я смываю макияж. Готовлюсь ко сну. Время уже 12. Пора уже баенки. В 12 встала. В 12 ложимся спать. Я взяла... Уже заговариваюсь. Я взяла чистая линия. Это митилярная вода. Очень круто смывает макияж. Я сначала прохожусь митиляркой. Затем прохожусь средством для снятия макияжа. Потом еще тоником. Я вообще нервничаю, когда у меня на коже что-то остается. Я не понимаю людей, которые с макияжем ложатся спать. Я просто не смогу уснуть. Это нереально. Как можно с макияжем спать, ребята? Объясните мне. Это просто ужас какой-то. Ужас. Смотрите, серая. Как будто какая-то масочка. Очень глубоко очищает кожу. А я люблю, чем глубже очищает, тем лучше. Чем глубже очищает, тем лучше для кожи. Я даже не настолько придаю значение уходу, как очищению. Я вообще помешанная. Обожаю скрабы. У меня проблемная кожа. Мне вообще нельзя. Но, блин, такой кайф, когда вы пользуетесь скрабом. Кожа такая нежная, как попка-молоденца просто. А вот такая вот Айка Эмили без макияжа. Я так переживала, когда смывала макияж, что вот, камера сейчас упадет, она разобьется. Она была в таком опасном положении, а внизу был кафель. И я реально очень переживала. Как за своего ребёночка. Ребятушки, я сейчас буду делать макияж. Ой, макияж. Масочки, крема и все дела. Помните, я вчера вам показывала, как я собирала постель. Теперь я вам покажу, как я разбираю постель. Готов. Спокойной ночи. Спасибо. 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 Спасибо.